Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Добрый Жар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все приборы и приспособления, которые я буду использовать в этом ролике, вы можете приобрести на нашем официальном сайте. Перейдя вот по этой ссылке, также она будет внизу в описании. Сейчас, когда сезон фруктов в самом разгаре, я активно выпускаю видео о фруктовых дистиллятах, настойках, наливках. И очень часто в комментариях мне пишут подписчики, которые волей у судьбы живут в районах, где из фруктов и ягод максимум, что растет, это клюква, и то не всегда. И вот они горестно сетуют, что живут далеко от этого фруктово-ягодного разнообразия и не могут себе этого позволить. Ну что же, давайте вместе подумаем, как выйти из этого положения. Одним из вариантов, это, конечно, мацерация. Я всегда говорил, что мацерат это просто находка для районов, где фруктов нет или они в дефиците. Ссылки на приготовление различных мацератов вы можете найти внизу под роликом в описании. Ну а конкретно в этом ролике я попробую приготовить фруктовый дистиллят из магазинных фруктов. Потому что единственное место, где можно найти фрукты в этих удаленных районах, это магазины. К тому же, судя по вашим комментариям, они там иногда портятся. В наше время это чудо. А поэтому по случаю можно купить по акции, то есть подешевле. Вот и я пошел в наш ближайший желтый круглосуточный супермаркет. И там как раз была акция на сливу. Конечно, для меня, южного жителя, у которого во дворе растет огромное сливовое дерево, покупать вот эту сливу, ну, рука не поднималась. Ну, я это сделал ради эксперимента. Слива, конечно, так себе. Ни аромата, ни вкуса. Ничего. Ну, сахаристость, кстати, 14. Специально померил рефрактометром. Как обычная слива из магазина. К тому же, она там начала портиться и гнить, покрываться плесенью. Отсюда и такая приятная цена. Где-то там меньше 50 рублей. Не помню уже. В общем, я купил 6 килограмм. Вы, в свою очередь, можете использовать абсолютно любые фрукты из магазина. Какие сможете купить. Персики, абрикосы, виноград, неважно. Можете смешать между собой. Допустим, 2 килограмм персиков, 2 килограмма абрикосов, килограмм винограда. Как вам угодно. Поверьте, в этом случае это не принципиально. Все мы с вами взрослые люди и понимаем, что все фрукты в магазине, особенно в таких удаленных районах, обрабатываются химией. Мама, не горюй. Иначе бы они до туда просто не доехали. Потом на поверхности магазинных фруктов находится адский коктейль из диких и слизистых дрожжей, из плесени и других различных грибов и микроорганизмов. О боже, я только что ее лизнул. Пойду выпью 100 грамм самогона сейчас. Помните, я чуть выше говорил, что она уже начала гнить. Поэтому я выбирал получше. Ну, все, что мог. Но чего и главное, кого тут только нет. Поэтому идея сбраживания фруктового сусла из магазина на диких дрожжах можно сразу отбросить. Она не жизнеспособна. К тому же очень велика вероятность уксусного или молочнокислого скисания. Я купил 6 килограмм слив. Теперь ее необходимо перемять и сложить в одну емкость. Косточки я рекомендую в этом случае удалять, потому что она дает свою горечь. Вот можете оставить. А вот из магазина почему-то дает. Возможно, это связано с тем, что на дереве слива вызревает, а в магазин отправляется еще зеленой. Горечь, в принципе, может не появиться. Смотрите сами. Все, фрукты я переместил в одну емкость. Опять же, меня выручает универсальное оружие домашнего винокура. Перегонный куб кастрюльного типа. Я могу делать в нем все, что хочу. Перегонять брагу, варить пиво и вот теперь готовить сусло. Добавляйте воду. Обычную питьевую воду. Один к одному. На 1 килограмм фруктов 1 литр воды плюс 1 литр сверху на выкипание. Я уже воду добавил в куб заранее. Все, включаю нагрев. Ждем, когда закипит. Доводим до кипения. И варим примерно 20-30 минут на медленном огне, как варенье. При этом преследуем две цели. Так фрукты лучше дадут сок, особенно сливы. Но повторюсь, это не принципиально. Любые фрукты. И так мы убиваем все живое, которое наверняка в этом случае нам абсолютно не нужно. Все, варим сусло. Расскажу, что делать дальше. Готово. Брожение продолжалось 6 дней. Для того, чтобы плотность получилась 18%, я добавил 2 килограмма сахара. Сбраживал на дрожжах ЕС фрукт. Пол пачки использовал, потому что браги у меня получилось в итоге всего лишь 10 литров. Я перелил ее в стеклянную банку, чтобы вам было лучше видно. Из-за этого получилась, видите, легкая пена. Конечно, она помутнела, потому что все перемешалось. Вообще, по факту, когда она бродила, была такая даже прозрачная. На четвертый день отфильтровал мезгу от жидкости и заканчивал брожение уже чисто, по сути, ну, одна брага. Конечно, часть мезги осталась, такая, ну, которая уже просочилась через сида. Приступаю к первой перегонке. Значит, тут переливаю брагу в перегонный куб. Пахнет, знаете, чем-то таким фруктовым, с легким спиртовым оттенком. Переливаю брагу. В принципе, можете наблюдать, мезги-то практически и нет. Так, муть одна. Перегонять буду в режиме подстил, как по-русски сказать, на прямотоке. Перегонять буду на максимуме, где-то здесь 2,1 кВт. На максимальной скорости, без отбора голов и хвостов, просто все в одну емкость. Как перегоню, покажу вам, что получилось в итоге. Все готово. В итоге у меня получилось почти 3 литра самогона, если точнее 2 литра 600 мл, крепостью 35%. Отбирал до нуля градусов в струе. В итоге ушло где-то почти 3 часа времени. Значит, приступаю ко второй перегонке. Так как ожидаемо, что органолептика спирта, сырца из магазинных фруктов, не такая ярко выражена, как хотелось бы. Давайте понюхаем. Да, такая легкая фруктовая нотка присутствует. Ну, не поймешь, слива это или яблоко с таким же успехом может быть и груша, конечно. Поэтому, я думаю, что перегонять буду без дефлегматора, через саргу 50 сантиметров с медными насадками. Сейчас я соберу аппарат для второй перегонки. Вот, смотрите, перегонял через сарга 50 сантиметров с 5 медными насадками. Получилось в итоге 100 миллилитров голов. И это я уже разбавил почти литр самогона, вышло где-то 960 миллилитров. Я разбавил водой до крепости 45 градусов, получилось у меня почти полтора литра. Это полутора литровая банка. Можно разбавить, бывает, чуть побольше, но я побоялся, вдруг будет мутнеть. Видите, 45 это чуть-чуть такой мутноватый, поэтому я поставил 45. Да, 45. Можно при желании побольше, но так, скорее всего, самогон помутнеет, потому что без дефлегматора отбирал. Значит, какой получился самогон? Такой. Ну, однозначно, фруктовая нотка есть. Повторюсь, что, ну, понять, что это, довольно затруднительно. Абрикос, виноград или что-то. Но что-то фруктовое есть и довольно-таки приятное, я бы сказал. Сейчас я добавлю сюда где-то 5-6 кубиков дубовых и оставлю где-то на 4-6 месяцев. Пусть стоит, настаивается. Будет такой фруктовый бренди из магазина. Видите, здесь вполне приличный самогон можно сделать из фруктов, которые продают в магазине и довольно-таки в отдаленных местах. Было бы желание. Ну, а если нет выбора, то о бренди хочется, то других вариантов-то и нет. Ну, если только взять еще концентрированный сок, как мы делали. Если не помните, то ссылка будет внизу под видео. Значит, если для вас это актуально, то берите на вооружение. А если у вас достаточно фруктов из сада, скажем так, то, в принципе, можете не делать. Ну, у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Добрый Жар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова